добрый день дорогие друзья вас приветствует телеканал трофей ресторан баркас я александр степаница сегодня наши рыболовы привезли нам вот такой трофей это карп не буду рассказывать вам долгую историю о том как они его тащили где они его ловили как они его сюда везли но в итоге он оказался у нас на столе достаточно такое но сравнительно небольшое есть я видел и больше экземпляры но не маленький как раз для того чтобы подать его к столу самый простой способ конечно это пожарить его пожарить кусочками какими-то там можно по целому пожарить если кто-то есть большая скорода можно запечь но это самые простые обычные способы приготовления сегодня мы с вами приготовим достаточно нестандартный рецепт из этого карпа мы запечем его с апельсиновым соусом сделаем рулетики это блюдо скорее для праздничного стола не для повседневного приготовления этим вы можете удивлять своих соседей друзей людей с которыми выходите на рыбалку то есть достаточно ну как бы интересный рецепт очень интересная на выходе получится блюдо по вкусу по внешнему виду и я думаю что это надежный способ удивить своих друзей для приготовления нам понадобится соответственно сам карп вот такой вот у нас есть по размеру тарелки как раз попал апельсины тимьян мята имбирь мы уже его измельчили нарезали яйца оливковое масло и сливки где-то около 30 процентов жирности вот для начала стандартная процедура мы его разделаем филируем для того чтобы филировать карпа нам нужно отделить голову отделить хвост вынять хребет и получить в итоге филе мы это дело поручим опытным специалистам в разделе рыбы нашим поварам и уже получим готовое филе буквально через пять минут ну что же друзья вот нам наши повара уже приготовили готовое филе и сейчас мы будем с ним хитрить мудрить изобретать велосипед я забыл сказать что нам для приготовления понадобится еще немножечко бечевки такая вот веревочка которая завязывает мешки там вот так такого плана она в принципе продается в любых магазинах в любых их строительных сторон так может быть рынках вот ну что ж мы берем филе и разрезаем его ровно на две части об аккуратно потому что рыба скользкая нож может соскочить и будет потом чуть-чуть неприятно получаем два вот таких вот кусочков филе вот таких делаем небольшие надрезы для дырочек для нашей бечевки в хвосте вот такого плана вот мы получаем два вот таких филе и сейчас мы будем заворачивать их в рулет ну что же следующим этапом у нас будет приготовление маринада для этого обязательно моем нож моем доску руки мариновать нашего карпа мы будем с использованием апельсина добавим немножко оливкового масла и мяту начнем с апельсина обязательно использовать для маринада апельсин без шкурки потому что шкурка даст в итоге горечь аккуратненько мы так вот срезаем получаем чистое апельсиновое филе или карпа с филе апельсина так и нарезаем небольшими полосочками для того чтобы было удобно укладывать все вовнутрь рулетов раскладываем их заворачиваем от головы к хвосту к месту где у нас смотрю на бечевка имбирь имбиря всегда добавляйте по вкусу потому что он дает достаточно сильную остроту и пряность вот если кто-то любит имбирь пожалуйста его можно добавлять в большом количестве если кто-то достаточно так остро относится к этому вкусу то тогда лучше класть его поменьше добавляем мяту и уже наш апельсин выкладываем получаем вот такой вот внешний вид и аккуратненько заворачиваем его от головы к хвосту заворачиваем его и перевязываем добавляем во внутрь немного оливкового масла вот так перевязываем это все бечевкой не нужно зажимать слишком сильно получается у нас вот такой вот внешний вид нашего рулета который мы сейчас отправим запекаться так один готов у нас теперь приступаем ко второму аккуратненько не спеша желательно для того чтобы рыба пропиталась маринадом это не мясо она достаточно быстро пропитывается вот но желательно все-таки где-то минут 15-20 дать ей помариноваться перед тем как вы будете запекать можно поставить ее в холодильник можно поставить ее там пока пока будете делать соус который мы сейчас буквально после приготовления рулетов будем с вами делать получили второй рулет заливаем сверху тоже оливковое масло небольшое количество можно еще с этой стороны достаточно большое филе поэтому получаем вот такой вот рулет сейчас мы отправляем его запекаться и тем временем будем готовить соус запекать нужно на температуре где-то 140 150 градусов на протяжении где-то 20-25 минут желательно без обдува если у кого-то вдруг духовка с обдувом желательно без обдува потому что очень сильно она тогда запечется и будет сильно жестким так пока мы это уносим для приготовления нашего соуса нам нужно будет следующее оборудование сотейник пока в пустой не ставим добавляем сливки ставим на маленький огонь нам нужно их не кипятить а только прогреть хорошо для того чтобы у нас получился вкусный соус мы добавим туда два желтка вот покажу вам сейчас как отделять белки от желтков добавляем тимьян но ставим на очень небольшой огонь на очень большой на маленький нам не нужно их кипятить нам нужно их только прогреть и все перец соль аккуратно следите за тем чтобы сливки не закипели это важно потому что они потом просто могут свернуться нам для помешивания нужен будет венчик и и добавляем желтки для того чтобы отделить желтки от белков нам нужно разделить яйцо надвое и вот такими вот движениями убрать белок из яйца получаем чистый желок желток добавляем его аккуратно второй желток очень просто на самом деле делается папа так и аккуратно важно постоянно помешивать соус до того момента пока он начинает загустевать вот у нас важно не дать желтку свариться вот вот так вот наш соус загустел получаем вот такую вот массу вот такой вот соус и ставим его остывать ну что же друзья вот запеклись наши филейки получились они вот такого вида сейчас мы будем выкладывать уже и украшать их будем выкладывать их на вот такую тарелку аккуратненько снимаем так оп пахнет очень вкусно так Для того, чтобы наши рулеты имели не такой сухой вид, сверху поливаем немножко оливковым маслом. Сбоку добавляем немного нашего соуса. Соус украшаем веточкой тимьяна. И с другой стороны, напоминаю о том, что внутри есть немножко апельсина, в маринаде, скажем так. Добавляем несколько долек апельсина. Ну что же, друзья, наше блюдо готово. Я желаю вам приятного аппетита, новых гастрономических знаний. До новых встреч на телеканале Трофей. Приятного аппетита! Субтитры создавал DimaTorzok